Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы будет. Сейчас я зачитаю письмо, дам какие-то свои рекоментации, комментарии на эту тему. Она также ждет комментариев и ваших под видео, так что не стесняйтесь, пишите, дискутируйте на эту тему. Итак, приступаем. Кому нравятся подобные видео, я буду очень рада вашему лайку, отметке какой-нибудь, вообще любой реакции. Подписывайтесь на канал, это очень помогает продвижению. Так что начинаем. Хочу вам рассказать мою историю про отношения с турецким мужчиной. Может быть, она для кого-то будет поучительной, и вы сможете также оставить какие-то свои отзывы, комментарии под этим видео. В 2019 году мне в инстаграм написал турок, который сразу мне очень понравился внешне. Так как именно такой типаж мужчины меня всегда и привлекал. Сейчас, как минимум, уже нет. Ну, видимо, после этого опыта этих отношений. На тот момент мне был 21 год, а ему 33. Мы общались примерно 2,5 месяца. Поначалу все было хорошо, но потом начались какие-то ссоры из-за того, что был он очень ревнив. Заставлял меня удалить многие фотографии в инстаграме, закрыть что-то, убрать, вообще, в принципе, закрыть свою страницу. На тот момент была у нас сложная ситуация, и, в принципе, в мире было сложно из-за ковида. Я работала в больнице до ночи почти каждый день, а то и сутками пропадала на работе. Еще параллельно я пыталась поступить в университет. Он, в свою очередь, мне периодически выносил мозг своей вот этой ревностью, потом игнорированием, молчал периодически, когда поругается. Когда я сказала, что нам тогда необходимо вообще-то встретиться уже и наконец-то поставить какие-то точки, он сказал, что у него есть трудности с получением визы. Он не может ко мне приехать в гости в Россию сейчас. И так как мне на все вот это ожидание тогда надоело, тогда наше общение сошло на нет. Через год он меня поздравил с днем рождения, сказал, что не может меня забыть, но наше общение толком-то и не возобновилось. Произошло это все-таки в 21 году. Мы снова стали общаться, и он уже приехал ко мне в Россию. Надо вообще сказать, что пару слов о нем. Он живет с родителями, при том у него очень странные холодные отношения с его отцом. Есть у него еще сестра, которая замужем. И на тот момент он мне сказал, что у него никогда не было никакой близости с женщиной. Была какая-то у него девушка, с которой они встречались, но в итоге они расстались, и она уже замужем за другим парнем. Короче, надо было тогда мне на это обратить внимание, но, многоточие, я ничего не заметила в смайлике. При первой же встрече он начал ко мне приставать. Он просто настаивал на каком-то интиме. Но мне не хотелось близости с ним. Мы провели одну неделю вместе, и он уехал обратно домой. Потом уже через два месяца я прилетела к нему, и это был просто сущий ад. Я была у него примерно две недели. И эти две недели были самые ужасные. Он познакомил меня со своей семьей. Его мама очень свысока на меня смотрела и все время рассматривала как под лупой. С отцом, как я уже и сказала ранее, у него очень странные отношения. Даже когда отец входит в комнату, он с моим турком не здоровался и даже его игнорировал. Сразу скажу про обиду, это не просто странные отношения, там какой-то конфликт был, проблема в отношениях папы, конфликт какой-то. Когда я спросила, что у вас происходит, он ответил, что это старая история. Ну вот оно. Из всех членов семьи мне понравилась только его сестра. Она была очень милой со мной, приветливой. Потом мы уехали отдыхать на море, и там у нас случился интим. Он знал, что до этого у меня был молодой человек, но после того, как мы с ним переспали, у человека просто сорвало крышу. Он начал каждый день мне капать на мозги тем, что мы не можем быть вместе, так как я уже имела отношения в прошлом. Я нечиста. В один день довел меня просто до истерики, что мы и расстаемся из-за этого. Я искренне вообще всего этого не понимала. Еще получилось так, что я очень тяжело отравилась едой в кафе. И на это он мне сказал, это знак. Я не могу заботиться о тебе. Видишь, тебе даже рядом со мной плохо. Очень часто мне устраивал какие-то истерики. После этого мог молчать по полдня. При всем при этом продолжал дальше со мной спать. Многоточие. Когда я его спросила, понравилась ли я его семье, он мне ответил, мама сказала, что ты еще слишком молодая и не сможешь обо мне заботиться так хорошо, как она. Браво просто, маленький сынок. Все время было как-то давление, что я уже нечиста, в кавычках, что у меня уже кто-то был. Все это нехорошо. И по поводу религии он начал мне загонять, что я могу остаться при своей религии. Но потом потихоньку начинал давить, что неплохо было бы принять ислам. Короче, я была просто в шоке. Как-то мы зашли в торговый центр, и он предложил выбрать мне какую-то вещь, которая мне понравится. Я думаю, как бы, типа, на память, да. Я в итоге выбрала, померила. И он сказал, о, ну раз тебе нравится, тогда сама и покупай. В очередной раз, поссорившись по дороге, он остановил машину и четко сказал мне, «Ты должна мне, говорит, каждый раз говорить спасибо за то, что я для тебя делаю». В последний вечер, перед моим отъездом, мы ночевали в отеле, и он сказал, «Я не знаю, что подумает обо мне моя мама многоточия. Я ведь наедине с девушкой в отеле остался. Этим же вечером, лежа вместе в кровати, я увидела, как он переписывается с какой-то девушкой. Но при этом отворачивал телефон и пытался как-то это скрыть. Я заставила показать его переписку и увидела кучу сердечек, поцелуйчиков в этих сообщениях. На что он мне ответил, что в Турции принято так общаться с коллегами. Короче, затем я улетела домой, и мы продолжали почти каждый день ссориться на расстоянии. При этом он меня даже нормально не проводил тогда, сказав, что он не может зайти в аэропорт. Но тогда было про ковид, если правило, когда открыли первые полеты, реально нельзя было заходить посторонним, только вылетающие по билету в аэропорт. Вот я так попадала в Стамбуле. В один день мы опять поругались, и я решила первой написать, чтобы помириться. Он мне ничего не ответил на мое сообщение. Я, если честно, еще очень долго ждала, мучилась и надеялась, так как была влюблена в человека. Но он так больше и не написал. Честно скажу, я очень тяжело переживала это расставание. У меня просто случился какой-то нервный срыв, и еще начались панические атаки даже на регулярной основе. Поэтому мне пришлось пройти лечение. Не знаю, какому типу отнести данного человека, нарцисс или психопат. Ну, я вижу, скорее всего, к психопату ближе. Хочу предостеречь остальных девушек. Если кто-то заметит что-то похожее, то сразу, пожалуйста, бегите. Сейчас я очень рада, что он мне тогда не ответил восхитительный знак. Спасибо вам большое за разборы ваших историй. Буду рада вашим комментариям. Я очень рада, что вы это пережили. Про панические атаки давайте сразу с конца начнем. Про ситуацию, ваше состояние. Вас раскачали эмоционально, довели. Нарциссизмом, скажу честно, тут не попахивает. Но психопатии, да и вообще, в принципе, поведение такое очень нездоровое. Это очень травмированный человек. История такая есть. То есть, ваше ощущение после отношений, что вы заболели, назовем тогда, потому что панические атаки – это болезнь, вам пришлось проходить лечение. Это последствия воздействия, проживания, скажем так, доведения вас до этого с нездоровым человеком. Я вообще хочу сказать, немножко ремарку сделать. Чтобы вы на что, как бы у нас здесь история законченная, да, анализа тут особо не надо. Я хочу такую ремарку сказать. Вот когда вы в отношениях, на будущее вообще все, и неважно, молодые вы, старые или так далее, у меня как-то у нас на лектории был такой вопрос, я на него отвечала, вот здесь повторюсь. Как понять, что ты с нездоровым человеком в отношениях, то есть с психически нездоровым, с отклонениями какими-то, да, то есть он не проявляется, это психиатрия и так далее. То есть на что обратить внимание, если вдруг он хамелеон, подстраивается, у него, например, анестетическое расстройство, да, там он маньяк, условно, ну вот такие вот моменты, да, острые. Потому что они очень часто изначально, скажем так, играют роль, прикидываются абсолютно адекватно и нормально, и все это попозже вылазит. По своим ощущениям обращайте ваши красные флажки, это ваши ощущения физическое и морально. То есть если вы, например, травмированный человек, вы жертва патологическая, которая ищет себе проблем, скажем так, да, или вы невротик, которому он не разделяет любовь, болит, у него все перекомканно, перемешано, это в норме, да, то есть трудно, по сути, отслеживать, да, какие-то процессы, давать оценку, что у тебя не в порядке что-то в отношениях, ты в эмоциях, да, со своими проблемками. Обращайте внимание на свое физическое состояние, на свои ощущения. Если вы начали отношения, кажется, все вроде бы как в порядке, нормально, если вы себя плохо чувствуете, у вас обостряются какие-либо заболевания хронические, психосоматические, это главный показатель, вот у девушки там панические атаки, ну, у нее уже после стресса было, когда ее с ней развелись, расставили, да, не ответили, у нее это уже потом вылезло, ну, если в отношениях у вас такое, то есть у вас поднимается тревожность, вы плохо спите, плохо едите, вы плохо себя физически чувствуете, у вас у этого нет объяснения другого, да, то есть у вас не изменился режим жизни, питания, там, не знаю, витаминов, работы, нет экстра стресса, переутомляемости, но вы чувствуете себя как-то уставшей, замученной, как будто над вами измываются или вы пахали очень долго, и все вот это, и соматика всякая вылазит. Вот это тот и есть физический признак вашего состояния, что вам в этих отношениях не очень хорошо. То есть воздействие этого человека влияет, его нахождение рядом, форма общения с ним влияет на вас так. Если ваш мозг не очень здоров и не дает вам сигнал, то ваше тело таким образом сигнализирует, алло, внимание, займись собой, ты болеешь, сходи к врачу, обратись за помощью. На самом деле все это сигналы физические, это прошение вашего организма к вам, а вам уже как личности и вашей психике просить помощи у врачей, у друзей, у остальных. Крик о помощи, ваш организм подает этот сигнал. Про психически нездоровых людей и все прочее. Сразу скажу, что когда вы общаетесь, бывают разные ситуации, то есть мы не всегда принимаем свою жизнь таких людей, рождаются нездоровые дети, нездоровые родственники, или вроде в семье, где есть психически нездоровый человек. В конце концов, деменция, любые другие сопутствующие возрастные психические заболевания и все прочее, там, шизофрения, это очень популярное распространенное заболевание, которое не всегда вообще себя проявляет. И, в общем, это долгая история. Ну, короче, вот этого очень много всего на самом деле, а здоровых людей не так уж много. И я вам сразу скажу, что когда вы в контакте с такими людьми, ну, например, у вас деменция у бабушки или у ваших родителей, вам приходится с ними контактировать, потому что они уже не дееспособны, за собой ухаживать не могут, но у них уже развивается с деменцией сопутствующие все осложнения психиатрические, психиатрические, бреды, шизофрения, мании различные, маниакальные действия, повышенная тревожность и все вот это все вкупе, скорее всего, ну, комплектом идет, да. То есть это очень тяжело. И я сразу говорю, у вас ощущение, у человека, который рядом живет или находится, контактирует с таким человеком, просто психическим заболеванием, у вас ощущение, что вы сходите сами с ума. А у вас травма, и очень часто не все могут потом пережить, самостоятельно переработать травматизацию от взаимодействия с нездоровым человеком. То есть в прямом смысле можно тогда выразиться, ты сам сходишь с ума, ты сам становишься немножко нездоров. Потому что в чем фишка? Человек, который находится в заболевании, в диагнозе, для него все окей, это его норма, для него вот эти реалии. У тебя, как у здорового, где у тебя есть социальное отобрение, логика твоих действий, причинно-следственные связи и все прочее, как правило, в психиатрии это отсутствует. Ну, разные заболевания есть, ну, я тут уже наживала, там, типа, условно, возьмем деменцию, там этого нет, как бы, да. И ты, как здоровый человек, анализируя свои ощущения и человеческие действия больного человека, ты огромную стресс и нагрузку своей психики делаешь, ты пытаешься анализировать, понять, типа, принять, и все вот это переживаешь, а оно не работает, там поломка у человека, и ты сам от этого начинаешь ломаться. У тебя у самого к вопросу как к себе, а я ли здоров, а это ли норма, а может быть и со мной что-то не так, или я перенимаю, подстраиваясь. Там разные нюансы есть, но по стройке мы тоже перенимаем какое-то поведение, нездоровый человек и так далее. Поэтому, и вообще, первое, наперво, с 40 лет рекомендация к профилактике, проверке деменции, дементальных отклонений каких-либо, разрушений мозга. Поэтому ходите к дементологу с 40 лет, проверяйте, особенно если у вас есть эпизоды в семье родственников, бабушки, дедушки, родители. История может очень повториться, в общем, да. Профилактику деменции делаем. Второе. Периодически, если вам тяжело, плохо, к психологу, панические атаки, вся прочая история, про тревожность психотерапевту, к психиатру. Вообще не бойтесь этих слов, старайтесь к ним, скажем так, обращаться, это не страшно. Вас никто по обращению к психиатру на какой учет не ставит. Это ваш запрос может быть, там, каким-то таблеточкой успокоительным словом противотревожный тропилизатор и пропишут, вам легче жизнь станет. В общем, не боимся этого. По поводу самого письма этого парня. Там очень тяжелый момент. У парня не все явно в порядке. У него нет логических там связей, цепочки разорваны, это 100%, когда он сначала хочет близости, потом говорит мне за это мама, что она обо мне подумает, накажет. Там либо тесная, нездоровая тесная связь с мамой, не просто неразорванная пуповина, там какие-то проблемки посерьезней. Поэтому у них есть какой-то конфликт с папой. Я бы даже, как бы правильно выразиться, если мы берем просто психологию, я бы сказала, мама с сыночкой скреплены до сих пор, это все вот это видно прекрасно. У него есть запреток к 35 годам своим слишком живет с родителями. Потом у него нет какой-то интимной близости, не было, но у него он себя очень сильно подавляет, очень сильно хочет, но себе это не разрешает. А у нас абы мамино одобрение, вопрос инцеста, если связь с девушкой и так далее, он как инцест может рассматривать. Короче, это долгая запутанная история, поэтому у папы с ним нет контакта. Я сразу говорю по турецкому менталитету, это был конфликт какой-то нерешенной, обиды и все прочее, поэтому не общаюсь. То есть, короче, это очень крайне нездоровая история. Я хочу обратить внимание на вас. Я рада, что вы обращались за помощью, с паническими атаками боролись. Было бы классно, если бы вам чуть-чуть поразбирать про себя, про вот как вы не видели красных флажков. Там было много моментов отвержения, и не шли отношения изначально, да, это был у вас не как отстроенный классный механизм, а с прокручиванием колесика, да, слетает цепь, как на велосипеде, еще что-то, вы несколько раз пытались, то, все, он давил, ревновал, вот эта вся история. И у вас не сразу все это все получилось. Он боялся, поэтому он наврал, скорее всего, провизу. Может быть, у него вообще с психикой что-то, что-то, я не знаю, он вообще, ну, такое, короче. Под вопросиком чувак, однозначно, непростая история, неоднозначная с ним, да, не все с ним понятно, очень много непонятного и очень странненького, нездорового. Короче, предпосылки были сразу. Вам надо поработать с собой, почему вы эти предпосылки игнорировали. Жертвенность или невротизм какой-то, любовь, боль, вот что-то в этом плане, что такое отношение, или страшно больно расставаться, или какой-то страх одиночества. В общем, короче, вас что-то тянуло к вот этим нездоровым отношениям. Как вы сами сказали вначале, писали, надо было на это обратить внимание сразу, на то обратить на все. Может быть, у вас был такой период в жизни, да, когда вам, вы так описали, тяжело, был ковид, еще в институт попыталась поступить параллельно. Ну, короче, вас затянула вся история, нелегко было. И вы себе решили проблему еще подкинуть с таким вот ухажером на хвосте. Я рада, что эта вся история закончилась. Поанализируйте себя по причинам. Прямо просто выпишите себе на листочек. Вот повспоминайте свои ощущения, что, почему, найдите причину, почему я закрывала на это глаза. Сделайте правильные выводы просто из этой истории. В будущем просто не делайте таких же ошибок. Вот все. И у вас не затянет что-то подобное. Вот такая история получилась в моей комментарии. Кому интересно и кто хочет подобную историю, ну, прислать какую-то историю анонимную для разбора видео, ответьте на канале. Моя почта под видео. Пишите на почту. Тема письма. История от анонима. Если вы хотите записаться на индивидуальную психологическую консультацию ко мне, та же почта, но тема письма, консультация. Спасибо всем за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.